здравствуйте друзья хочу так ну поделиться что ли нашими текущими там проблемами и вопросами мы постоянно задаемся вопросом как нам отфильтровывать на входе тех студентов которые ну как бы мало шансов имеют на успех так так скажем потому что и нам это не нужно и и человеку это тоже на самом деле не нужно он может быть даже рвется в бой но как бы если ему объяснить что там результат скорее всего не получится то может быть он тоже согласится на всяком случае у нас есть какие-то да там меры по отсеву но вот там скажем есть отсев по элементарному там владению компьютерными навыками базовыми ну хорошо значит это это мы отсеяли но дальше же начинаются более сложные категории там которые уже как-то психологически что ли как-то отсеивать ну вот например я не знаю способность человека там выполнять инструкции вот follow direction вот ему говоришь делай раз делай два делай три а он не может реально не может то есть он может быть даже старается но не может есть действие которые не могут на разных уровнях давно на более простом просто он как бы там не дочитывает не досматривает или там понимает по другому на более сложным у него по любой теме свое мнение и он всегда делает не так как сказано как то еще по-своему и он он еще всегда прав его из слова ему не скажет уважайте г чужое мнение ну хорошо короче сложно поэтому мы так все думали думали но обратились к специалисту занимается там тестирование психологическим и в частности такой был разговор что но вот что можно сделать на что нам сказали что вы знаете ребята отсеять тех кто будет успешным нельзя как бы это это профанация но определить тестами но определить тестами тех кто будет не успешным тех кого брать нельзя это относительно не сложная задача как бы классическая и как бы решаемая с надежным результатом и так далее но на самом деле нам же именно это и нужно мы же не не в космос там запускаем космонавта мы же наоборот вот поэтому сейчас мы так находимся в таком процессе обсуждения тех задач которые мы решаем и тех критериев по которым мы смотрим на на мир поэтому как вот отобрать людей значит и говорят что будет у нас несколько этапов будет тест онлайновый на котором уже какой-то отсев произойдет и дальше будет тест такой разговорный ну в скайпе допустим живьем где остальное все там дорешается ну и помимо психологического тестирования мы переходим к жест к жесткой фильтрации тех кто не владеет языком на относить английским языком на относительно приличном уровне то есть мы как бы либерально к этому относились и ну типа там если человек рвется в бой то есть мы ему говорим что вот у тебя тут не очень но он горит но это же время это же не сразу это же вот там еще будет время я там еще молодой там это пока я на работу пойду там это значит там полгода пройдет если выгодно ну ну хорошо ну дать как чек рвется давай а дальше выясняется что нет бывает вот у нас недавно случай был человек уже год в стране пойти а говорить не может так он вроде бы даже понимает рассказать не может и получается что в конечном счете тот как это негативизм накапливается и в общем не нужно это нам совершенно и ему не нужно но но ведь он он может допустим не знать и не понимать но мы как бы но мы с лайсенсом понимаете вот вы пришли к врачу и вы может быть не понимаете но он не делает то что вы ему говорите потому что он с лайсенсом отвечает то же самое там риэлтор то же самое там страховой агент и так далее поэтому мы как с лайсенсом люди несем такую как бы повышенную ответственность мы не можем сказать он сам этого хотел что же мы теперь будем делать будем просто не возьмем и все как бы у нас будет жесткий стандарт отбора по английскому языку и для тех кто интересуется как бы на предмет собственного интереса это будет связано с разговорной речью с тем чтобы человек мог разговаривать поддержать разговор на тему вот так и так такое будет входное тестирование мы не будем особо внимание уделять там допустим как он пишет там с ошибками без ошибок у нас полно народу которые пишут какими-то жуткими ошибками но при этом функционирует ничего страшного вот на всякую часть они могут пройти интервью получить offer там и дальше совершенствоваться что касается поговорить если не может поговорить тоже не может ничего это уже неважно он там умный или не такой умный глубоко понимает не глубоко понимают и так далее это уже все частности поэтому такая вот у нас нынче перемена в отборе как бы студентов слава богу есть из кого отбирать там толпище большая мы тоже самое будем делать на онлайновом курсе тоже я значит объясню что там давайте камеру у нас традиционно в онлайном классе люди сами решали они хотят остаться или не хотят остаться то есть мы говорим вот как класс начался первые три урок денег не берем смотри участвуй определись потому что это может быть связано с пониманием на слух там это может быть связано с тем что просто времени нет он вдруг когда надо делать домашнее задание он вдруг понимает что он не сможет потому что каждому уроку там нужно часа три-четыре готовится это как бы серьезная нагрузка и вот мы говорим вот тебя три там три занятия посмотрел вперед сам решим и не знаю вот у меня сейчас класс идет 125 человек перед этим было 80 поймать я я их не знаю никого и ну как я за них решу но сейчас мы с этими тоже с онлайновыми мы тоже будем менять и тоже будем какой-то отсек делать какой-то тест это нам будет стоить немножко больше времени на на входе но во всяком случае мне не неприятна ситуация когда допустим 80 человек в группе и 20 никогда не попросили чтобы мы сделали резюме понимать это я уже не говорю о том что те у кого есть резюме многие берут про запас мало ли что когда на всякий случай никогда работу не искали и так далее вот тут что-то совсем как-то значит у меня и статистики то ведь нет знаете когда класс онлайн но я же не знаю где они что чего но ну конечно если там референсы просили и мы там с этим делом там помогаем я хотя бы знаю что он искал и ищет что на маркете там или что поэтому но может в группе написать может мне в личке написать день в skype там может написать и так далее но я опять официальные статистики мы не ведем потому что мы по онлайновому классу не отчитываемся ни перед какими органами там вышестоящего поэтому нас реальной статистики нет но в общем мы это тоже хотим немножко больше сформатировать как бы да чтобы был была выше эффективности чтобы люди которым но явно с этого дела никакой пользы не будет чтобы они туда ну ну не ходили мы альтернативно сделаем я не могу сказать что мы это сделаем прям сегодня скорее всего мы это сделаем за несколько месяцев но мы сделаем такой курс который что называется self paste то есть мы возьмем записи если нет чего-то мы отдельно запишем если есть значит мы это все укомплектуем и мы будем просто это за какую-то такую относительно небольшую сумму я не знаю там 300 долларов вот мы за 300 долларов будем отдавать полный набор со всеми инструкциями со всеми делами и вот с максимально полной информации если чё-то не хватит мы допишем доделаем и включим там по замечаниям но во всяком случае человек не будет рисковать там скажем тысячи долларов да он он если уже ему хочется рискнуть ну допустим там за 300 долларов значит получится этот пакет там и с ним дальше работает поэтому я думаю мы так сделаем то есть для тех кто рвется но не соответствует там требованиям этих тестов он он сможет за за маленькую сумму самостоятельно заниматься не говоря уже о том что наш онлайновый класс он на самом деле достаточно такой самостоятельный в занятиях потому что если вот я вышел на урок и у меня там 125 человек я не не могу сильно индивидуализировать то что там происходит то есть я посматриваю скайпе они вопросы задают и скажем то что меня цепляет я там там же и отвечу ну в общем то есть это класс не безумно интерактивный хотя там есть способы общения там допустим на форуме вопросы там они отвечают там тест кейсы пишет и так далее что там оттуда выдергиваю но в общем то я не думаю что вот такая работа непосредственно записями она будет как-то фундаментально отличаться там чем-то если чек готов заниматься так что вот такие у нас пока ну не столько новости сколько планы это то над чем мы работаем счастливо